Я считаю для вас последнее произведение. Оно называется «Бородатая женщина». Вы одну знаем. Или исповедь чудака. В детстве мне никогда не хотелось стать девочкой, но я упрямо натягивал на себя платье и убегал во двор. Соседские мальчишки кидали в меня камнями, и я понимал их интенцию, но боли не боялся. Схватив с земли железный арматурный пруд, я напал на детишек и, кажется, переломал руки одному двум из них. Ничего не мог с собой поделать, я чувствовал, что таков мой путь. Карате в середине 1980-х было запрещено, но я тайком доставал необходимые инструкции, занимался подпольно. В 15 лет заплел первые косички и накрасил губы, а потом вышел на Арбат, где наткнулся на Люберов. Мускулистые русские фашисты в клетчатых широких штанах заорали. «Пидор! Извращенец! Они хотели убить меня!» Но незадолго до этого я украл в гостях у папиного друга альпиниста ледоруб. Выхватив его, я встал в боевую стойку, но невдалеке раздались свистки постовых, и я предпочел за лучшее уйти дворами. Жизнь продолжалась. Я брил ноги, вдевал в уши длинные висячие серьги, подводил глаза и выходил на вечернюю охоту. Урлаганы велись, как караси на наживку. Году в 1991-м у ночной палатки возле метро текстильщики я покупал дамские сигареты море, в туфлях на каблуках, в сетчатых чулках и мини-юбке. Ко мне подвалили два бугая, один махнул выкидухой, другой прошипел на колени сифуха. Но я вырубил первого ударом пяки в нос, а второго замочил ледорубом. Я стал профессионалом. Шли годы. Никто не знал мою тайну. Я читал много книг. Я узнал, что такое гендер, феминизм, ЛГБТ. Мне все это было похую. Я не ощущал себя трансвеститом, не хотел поменять пол или заняться сексом с мужчинами. Честно говоря, мне вообще не хотелось заниматься сексом. Я просто любил убивать! И продолжал упражняться, изучая практики ниндзя и капоэйро. В 2013 году я шел по Мясницкой улице около часа ночи. Блондинистая коса до попы, фиолетовые глаза, лосины с серебряными блестками, платье в обтяжку. А для пущего ада тщательно ухоженная, надушенная борода. Из ночного клуба навстречу мне выскочила дерущаяся толпа. Группа молодых кавказцев в спортивных костюмах от Боско Дичи Леджи с надписью «Раша» на спинах против нескольких ряженых казаков в униформе с нагайками. Заметив меня, они прекратили битву. А затем стали молча надвигаться. Общий враг объединил их. Ласково улыбнувшись, я метнула пару-пару сюрикенов, вырубив нескольких бойцов сразу. Выходив из-за спины кусарий гамма, распрутив цепь серпом, я перервала горло ближайшему нападавшему. Они отступили меня, еще не понимая, что в облике боевого пидораса им явлена их ясная смерть. В ближнем бою я привыкла применять смазанные ядом некоте, железные когти. Пока они шатались и мычали, я просто порвала, не трезвых мужиков в клочки. Все дело заняло минут семь. Стараясь не наступать в лужи крови, не обращая внимания на стоны умирающих, я четким, но не слишком быстрым шагом двинулась в сторону армянского переулка мимо бывшего литературного клуба Белинба. Москва меняется, меняется мир, но меня никогда не поймают. Я буду делать свое любимое дело, пока хватит сил или пока я не погибну в бою.